Восстановить электричество за сутки в такой краткий срок. Глава республики потребовал устранить последствия непогоды. Сегодня Михаил Игнатьев посетил Маргаушский район, который больше всего подстрадал от циклона. В ходе инспекции главы региона выявились проблемы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Чтобы устранить последствия мощного циклона, в Маргаушский район стянулись более 20 экстренных бригад. Специалисты трудятся круглые сутки. Накануне здесь удалось восстановить работу высоковольтных линий электропередач. С самого утра начали менять опоры на улицах. У вас сейчас сколько человек? Восемь человек бригады. Восемь человек в бригаде, да? Да, да, да. Сейчас подъедет спецтехника. Я главарь из улики. Приехал смотреть, как вы работаете. Оперативно работаем чуть-чуть у нас с техникой. Что сейчас не хватает вам? Что есть? Вот в данный момент бур ждем. Тоже работает, ставит соседний теле. Сейчас там доставляется. Освобождается сюда приедет, да? Маргаушскому району стихия нанесла серьезный урон. В выходные здесь без света остались более 150 населенных пунктов. Опоры ломались под тяжестью ледяной корки. Ее толщина превышала 4 сантиметра. Этой улице повезло больше всех. Столбы накоренились на бок, но провода не оборвались. Хотя местные жители говорят, что это новые опоры. Здесь их установили только в прошлом году. Не выдерживает нагрузку, не выдерживает вот этих силовых ураганов. Падает, ломается. Поэтому надо с пасынком, как в старое время ставили, двухсторонний пасынок, выдерживает. Заседание оперативного штаба глава региона провел в администрации районного центра. Руководители муниципалитетов рапортуют, полностью электричество будет восстановлено к утру. Михаил Игнатьев отметил, что работы необходимо ускорить. Имеющихся сил и связь достаточно. Если не будет каких-то дополнительных разрывов, где они еще не были, почему отключались, будем выяснить, мы просто этого не выяснили. На сегодняшний пункт, имеющим силы с вами, вот сегодня, завтра, к середине дня, в конце дня, все эти работы реально можно завершить. То есть за сутки нам удалось к утру, по сравнению к утру вчерашнего дня, подключить электроснабжение 80 населенных пунктов, 4 584 домах и 10 596 человек. Но в отчетах глав районов были выявлены огрехи. Цифры пострадавших домов все время разнятся. Недостоверные данные прислали сразу 4 муниципалитета. Не можем разобраться, значит, какие домохозяйства у нас имеют электроники, какие домохозяйства не имеют, сколько упор у нас упало, сколько на линии обрывов проводов и ряд других отсюда вытекающих последствий. Ситуация, отмечают члены штаба, меняется каждый час. Электричество на улицах восстанавливают, но происходят обрывы на высоковольтных проводах. В Парпасадском районе было 37 отключенных населенных пунктов. Дополнительно к 37 выезжали почти 100 раз. В связи с чем дополнительно обрывается сейчас проводок? Не объясните. Во-первых, был вчера снегопад начался, снег риплет. Не успели устранить последствия одного циклона, как в республику пришел другой. Снегопады застали дорожников врасплох. С утра автомобилисты встретили на своем пути плохо расчищенные трассы, но сугробы не успевали убирать и во дворах. Управляющие компании, организации жилищно-коммунального хозяйства не проснулись, потому что я в северозавтом районе, сегодня полтора часа прошелся по дворам, и вся ваша служба, которая работает в городе Чебоксары, получая зарплату в теплых кабинетах, никого не увидел. Один драктор маленький очищает. Вышли на работу для очистки снега несколько дворников. Михаил Игнатьев призвал глав районов держать ситуацию на личном контроле. Пока трассы и дворы не уберут полностью, руководителям муниципалитетов необходимо оставаться на своих рабочих местах. Возникающие вопросы они могут решать по видеосвязи. Митриковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова